Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик положения дроссельной заслонки, педали C, минимальная эффективность остановки, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Toyota, Subaru, Mazda, Ford, Chrysler, Dodge, Hyundai, Jeep, Kia, Volvo и т.д. Хотя общие этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и трансмиссии, конфигурации, сохраненный код P2114 означает, что модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил неисправность в датчике положения дроссельной заслонки, TPS, или конкретном датчике положения педали, PPS, обозначение C относится к конкретному датчику, обратитесь к надежному источнику информации о транспортном средстве, чтобы узнать подробности, Касающийся данного транспортного средства этот код используется только в транспортных средствах, которые оснащены системами привода по проводам DBW и связан с минимальной остановкой или работой закрытого дросселя, PSM управляет системой DBW с помощью двигателя привода дроссельной заслонки, нескольких датчиков положения педали, иногда называемых датчиками положения педали акселератора, и нескольких датчиков положения дроссельной заслонки, Датчики обычно снабжены опорным напряжением 5 вольт, заземлением и, по крайней мере, одним сигнальным проводом, вообще говоря, датчики TPS, PPS относятся к типу потенциометров, механическое удлинение педали акселератора или вала дроссельной заслонки приводит в действие контакты датчика, Сопротивление датчика изменяется, так как контакты перемещаются по плате датчика, вызывая колебания сопротивления цепи и входного напряжения сигнала на RSM, если PSM обнаруживает сигнал минимального напряжения датчика положения остановки, закрытой дроссельной заслонки от датчика, обозначенного C, который не отражает запрограммированный параметр, Будет сохранен код P2114, и может загореться индикатор неисправности, MIL, когда этот код сохраняется, PSM обычно входит в режим LIMP, в этом режиме ускорение двигателя может быть сильно ограничено, если не полностью отключено, датчик положения дроссельной заслонки, TPS, какова серьезность этого кода неисправности? P2114 следует считать серьезным, потому что это может привести к тому, что транспортное средство будет непробиваемым, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P2114 могут включать в себя, отсутствие реакции дроссельной заслонки, ограничено или нет ускорения, двигатель глохнет при простое, задержка при ускорении, круиз-контроль не работает, каковы некоторые из распространенных причин кода? Причинами этого кода датчика положения дроссельной заслонки, педали P2114 могут быть, неисправный TPS или PPS. Обрыв или короткое замыкание между TPS, PPS и PSM разъеденные электрические разъемы, неисправный двигатель привода DBW, какие шаги по устранению неполадок P2114? Проверьте свой источник информации о транспортном средстве на наличие бюллетеней технического обслуживания, TSB, которые соответствуют марке, модели и размеру двигателя рассматриваемого транспортного средства. Сохраненные симптомы и коды также должны совпадать, если вы найдете подходящий TSB, он значительно поможет вам в диагностике. Мой диагноз для кода P2114 обычно начинался с визуального осмотра всей проводки и разъемов, связанных с системой. Я бы также проверил дроссельную заслонку на предмет скопления или повреждения углерода. Чрезмерное накопление углерода, которое удерживает корпус дросселя открытым при запуске, может привести к сохранению кода P2114. Удалите уголь из корпуса дроссельной заслонки в соответствии с рекомендациями производителя и отремонтируйте или замените неисправную проводку или компоненты. Если необходимо, затем повторно протестируйте систему DBW, вам понадобится диагностический сканер, цифровой вольт, ометр, DVOM и надежный источник информации о транспортном средстве для точной диагностики этого кода. Затем подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды неисправностей. Запишите их на тот случай, если вам понадобится информация позже в вашем диагнозе. Сохраняйте также любые связанные данные стоп-кадра, эти заметки могут оказаться полезными, особенно если P2114 прерывистый. Теперь удалите коды и проведите пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что код сброшен. Если код немедленно сбрасывается, скачки напряжения и несоответствия между TPS, PPS и PSM могут быть обнаружены с использованием потока данных сканера. Сустите поток данных, чтобы отобразить только соответствующие данные для более быстрого ответа. Если пиков и или несоответствий не обнаружено, используйте DVOM для извлечения данных в реальном времени на каждом из сигнальных проводов датчика. Для извлечения данных в реальном времени с DVOM подключите положительный измерительный провод к соответствующему сигнальному проводу. а заземляющий измерительный провод, к цепи заземления, затем наблюдайте за дисплеем DVO-M при работе с DBW, обратите внимание на скачки напряжения, когда дроссель медленно приводится в действие из закрытого положения в широко открытую дроссельную заслонку, напряжение обычно колеблется от 0,5 В при закрытой дроссельной заслонке до 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке, но для получения точных технических характеристик обратитесь к источнику информации о вашем автомобиле, если обнаружены пики или другие нарушения, подозревайте, что тестируемый датчик неисправен. Осциллограф также является отличным инструментом для проверки работы датчика, если датчик работает так, как задумано, отсоедините все соответствующие контроллеры и проверьте отдельные цепи с помощью DVO-M, Схемы подключения системы и схемы контактов разъема могут помочь вам определить, какие цепи проверить и где их найти на автомобиле, при необходимости отремонтируйте или замените системные цепи, подозревать неисправную PSM или ошибку программирования PSM, только если все системные датчики и цепи проверены, некоторые производители требуют, чтобы корпус дроссельной заслонки, двигатель привода дроссельной заслонки и все датчики положения дроссельной заслонки были заменены как единое целое. Продолжение следует...